Вот это вот, сейчас мы будем уже скоро заканчивать. Дело в том, что это недавно было, вчера позавчера, мне товарищ прислал, говорит, я все-таки землю взял. Вот, объясняю по-русски, фильм, нет, не фильм, или здесь, или в отдельном фильме я рассказал про человека, который увеличен невероятно, я виноват, я виноват, он меня цитировал, значит, я виноват, я вам хочу взять 10-15 гектаров, я выращиваю промышленный сад. Сразу скажу, никогда на всей России, вот, я потом расскажу про климат, где-нибудь в районе Сочи, в Краснодаре, вот, на Дальнем Востоке, вот, в северном Казахстане, в Белоруссии, в это самое, в Москве, вот, где угодно, нигде, никогда не вздумайте выращивать промышленный сад. Вот, на живете только инфаркт в лучшем случае. Никогда, причин много, я потом, я целый список составил, почему нельзя выращивать, но это потом, и вдруг человек, который, конечно, именно там, где я отговаривал, он ни разу туда не попал, то есть, так сложилось, а я не стал отговаривать, я говорю, единственное место, где, не единственное место, а лучшие места для посадки сада, да и, пожалуй, единственное, это правобережье Енисея, не замерзающего, на узком участке, от сих до сих, а это всего по длине нескольких километров, всего, и по ширине не больше километра, получается, что, всего лишь несколько квадратных километров, и я, а у него еще и машины нету, а амбиции есть, я его сажаю на свою машину и повез, и повез, я увозил на брошенном участке, я увозил туда-сюда, пятое-десятое, вот, значит, он уже при мне начал названивать в эти, в отдел, где этим занимаются, нет, не дадим землю, короче, он успокоился и уехал в свою майну, а он еще и работает по этим самым, по, как это называется, по вахтовым методам, и исчез в моей жизни, бах, пару дней назад, я взял землю, я хватаюсь за сердце, и фотография, я говорю, что ты мне знаком, это где, а это район Сабинки, Новокурск, это там где, а дальше, я ему уже разозлился, разволновался, и рассказываю то, что сейчас расскажу вам, я знаком с лучшими садами, ну, назовем их, что-то не дореволюционными, советскими, ведь 40 лет назад я же не просто брал землю, то есть купил дачу, я взял 5 гектар, мне нужны были по двое, мне нужна была информация, я больше и лучше всех подошел к этому, уже все было, история садоводства Сибири была, она нигде не скрывается, вот, значит, сады яблоневые были, и вот я поехал по яблонным садам, полностью деградировал сад вот тут, в этом районе, он его видел, кстати, ну, фотографию взял, ну, нескольких километров отсюда, вот, это левое бережье, здесь черта вырастешь, вот, здесь был, этот, деградирующий сад, я отсюда выкапывал эти, дикие аронетки, вот, этот сад, одичавший полностью, я в нескольких этих вебинарах рассказывал, на этот, новонесейский сад, с помпой садили, сотни людей, с агрономами посадили, вот, за несколько лет одичал, вот, до таких вот плодов, вот, до таких, вот, и сейчас он стоит никому не нужный, кому нужны такие плоди, он даже не собирается, вот, вот этот сад, Кальский сад был лучший, вот, я к этому, искал землю, я к этому самому, директору колхоза, он меня принял хорошо, говорит, только, пожалуйста, не связывайтесь с садом, как не связывайтесь с садом, а очень просто, значит, наш сад плодоносит через год, один год плодоносит, а один год, это было, заметьте, еще 92-й год примерно, это было 22 года назад, он один год плодоносит, один год пропускает, а вот пока он плодоносит, значит, мы чего-то всех собираем, потом не знаем, куда девать, вы понимаете, слова вот эти, а почему, а он постепенно старел, а посадил его в 50-х годах, а я-то в 92-м, а он, смотрите, как, вот так, вот так, вот так, вот так, и уже вот, я поехал в тот сад и разбираться, я, а, я еще переехал 40 лет назад где-то, 38 лет назад уже в нем был, я здесь 40 лет живу, вот, я искал подвои для груш, вот, значит, еще через 10 лет я ее вот посетил, опять же, ради подвоев, он полностью превратился в эти воронетки, полностью, все, он даже не погиб, он просто постарел до самого предела, съежился, сморщился, вот, то есть толку нет, значит, Саянский сад, хожу с ружьем, захожу туда, орех стоит, не смейте, покину территорию, стоит милицейская машина, вот, ладно, приходим в другой раз, милицейской машины нет, так никто урожая не собрал, несколько штук попробовал, ранетка, отборная ранетка, отборная, еще год проходит, пустили на отборную ранетку на сотни деревьев, на моих глазах два бульдозера, сносили все, осталось, потом еще раз наткнулся, охота есть охота, вот, еще раз наткнулся, там прямо в лесу уже все обросло соснами, и прямо в лесу еще несколько прекрасных ранеток стояло, собирать их можно было, но колхозу, как я понял, бульдозер для чего, они были не нужны, это была головная боль, видимо договаривались с милицией, милиция прислала машину, чтобы охранять от этого, от варья, вот, ну там километр до этого, до шоссейной дороги, всего километра до шоссе, и так, еще один пример привел, кончилось бульдозерами, вот, еще не все, вот, еще есть сады, были, 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 ой, это надо теперь вспоминать, я еще несколько садов знал, или уже вывод подвести, значит, самое главное, Кальский, ой, все вспомнил, Бейский сад, горожане, объявления по телевизору каждый день, приезжайте, каждое пятое ведро ваше, собирайте, там было полно этих самых, кустарниковых культур, вот, и вот мой друг, ну, нет, не друг, ну, работал, он у меня бригадиром работал, однажды перестройка, колхоз разобрали, колхоз Бейский на паи разобрали, он с несколькими друзьями берет, и это я потом, все будет в моих этих, в моих записках зачарованного садовода, вот, а сейчас коротко, несколько лет берет участок, вот, сад этот берет, и как бы по им досталось, и вот через какое-то время, а этого не знал, он приходит ко мне в кабинет Константинович, я, клянусь Богом, рассказываю предельно аккуратно и предельно правдиво, Константинович, встану сейчас на колени, хочешь, пожалуйста, не бери участок, а я 92-м году уже взял, а он только услышал, что я взял, не было посажено еще ни одной, ни одного саженца, не бери, мы ночами не спим, вот, бесполезно, вот как люди привыкли воровать там, бея, да, вот этот самый, поселок, как привык этот поселок воровать, ничем их не остановишь, вот, ну, а дальше самое страшное, про пожар, как, как это самое, я защищал с ружьем свой участок, а про это никто еще не знает, это будет уже в моих записках, вот, вот это все, и я вот так вот ему рассказал, он ответил, ну, я сейчас съезжу на вахту, а потом, ну, что потом, я, ну, я надеюсь, отговорил, говорю, так же, хочешь, как тот мужик, встану на колени, только, чтобы спасти тебя от этого, и твои деньги, и твой энтузиазм, и дальше, ну, нельзя же так кончать, такими словами, ну, нельзя, понимаете, вот этим вот грустным разговором, я сказал так, я вернулся с острова после того, когда уничтожили мой сад, так, вот, потери были огромные, что там говорить, горело все, и вернулся в полузаброшенную мою дачу, 10 соток, потом стало 20, потом 30, потом 40, потом 50, потом 60, 2,7 миллиона, доплатил за все это, так, хватает, продавать фрукты не хватает, я же все перевожу, гною фрукты ради этих, семечек, костей, груши, шикарные гною, семечки, покупают культурные, я же не виноват, ну, так, я не виноват, культурные груши покупают, сладкие, семечки, яблони тоже всех сортов покупают, я не виноват, а что же, говорит, про сливы, абрикосы, вишни, персики, вот, и получается так, если умерить аппетит, уместиться можно полгектара, максимум гектар, максимум гектар, почему, вот тут еще можно обойтись без трактора, вот, то есть, мини-трактор, или, др-р-р, поняли, раз, потом, значит, тут можно этой самой триммером обойтись, уже, ну, уж не литовкой, как я начинал когда-то, не литовкой, тогда не было этих бензокосов, когда я начинал, и тогда получается, что прокормят, да, прокормят, вот, и еще пару слов, не хотел, я все готовлю на потом, ладно, итак, разговор с Чернобаевым, жалко, не записал, недавно у него был опять, у него прекрасная груша, у него прекрасные сливы, персики, вот, ну, персики он не продает, плоды просто, вы сами знаете, я пиво сразу бы с ружьем бы, чтобы застрелить, это же косточки, косточки, от меня, саженцы пришли от меня, получается, он их размножил, сливы размножил, яблони размножил, груши размножил, что там еще, еще что-то размножил, и я говорю, почему, я подчеркиваю, что я не халявщик, я говорю, Дмитриевич, в одном из фильмов есть, подтверди, значит, это сад дублер, это не твой сад, это не мой сад, это наш сад, вот, я имею моральное право, с тебя требовать черенки, семечки, косточки, вот, сейчас вы знаете, сколько у меня там это, еще в холодильнике осталось, ой, вишня, Владимирская, непрода на косточки, и вот, ну, и долго говорить обида, так вот, слушайте дальше, почему, я его вспомнил, значит, он-то на семена, яблони, я-то свои гною на семена, а мне еще говорят, ты, Железов, раз тебя нет с фруктами на рынке, значит, все, твоя слава дутая, нету у тебя никакого рожая, нету, вот, прямо так вот, кто-то там в комментариях заявил, нету, тех на рынке нет с фруктами, но мои фрукты идут на гниение, так, вот, да не такой же большой сад после острова, на острове было две тысячи, почти все взрослые, а здесь несколько сотен, и тогда получается, что он берет самые отборные груши, яблони, вот, приносит на рынок, или привозит, до рынка у него метров 300, вот, и уже сдает зафиксированную цену, и немаленькую, и у него с удовольствием берут, и тут же перепродажа, почему? по-настоящих сладких груш, они есть у тех, кто покупал садис у меня, у Татарова, и все, у меня, у Татарова, больше, по-моему, сладких груш ни у кого не было, буквально двое, ну, может быть, где-то я забыл кого-то, а, я не знаю, у Жерстовских, как с грушей, не помню, ну, два, ну, три, ну, три человека, вот, и получается, что, когда он привозит, вот, а рынок большой этот, главный рынок города, а он рядом, и вот он привозит, да, пять, миллиард, десять, вручает какой-то прикормленной бабушке, или там это, сразу получает деньги за нее, и пошел домой счастливый, он уже заработал, а она тут же продает, потому что таких сладких, кроме Татарова, там, Железова и Чарабаев, больше ни у кого нету, все груши у него от меня, ну, может, какая-то затесалась со стороны, вот, яблони, большая часть от меня, роскошная сливая от меня, ну, и так далее, и так далее, вот, и что получается, даже, а учатся кто у него, ну, сколько там, я не спросил, 10-15 соток, вот, а еще, говорю, с женой воюет, там, там здоровенный кусок под этим, под овощами, вот, но даже то, что есть, дает прибыль, а вот то, что здесь, это будут на фотографии, выброшенные деньги, вот, я почти все сказал, что хотел сказать сегодня, всем это не подойдет, но таких энтузиастов я таким был, кончилось пожаром, уничтожено, если на современные деньги, миллионы рублей, на современные деньги, если брать, что куча была этих самых, как мы их называем, это инфляция, это современные миллионы рублей, и огромные потери, 10 лет труда, что случилось с другими садами, это меня спросили, ну, это не к этому, вот, не к этому месту, а просто меня спросили, что случилось с другими садами, что там создали, что произошло, ответил, будет фильм, это будет, значит, записки зачарованных сибирского садовода, это бесконечный фильм, будем спасать людей, будем спасать это, будем в этих фильмах, вот, проследим весь путь, как спасать деревья, чтобы вот этого, чтобы вы больше видели, чтобы этого бардака больше не было, вот, и кончилось это, и опять на этом месте, да, вот, знаете, что это такое, и это гриб-трутовик, это царь грибов, самый важный, самый, это, вот, которого назначили виноватым, если, вот, ну, почему это, жалко, что у этого, мой брат такая же фамилия, как я, тоже живет, ну, кто бы в этот снимок, они сюда не смотрят, кто бы в этот снимок разместил бы там, на том сайте, где мерил с чем-то подписчиков, вот, и спросил, ой, у меня в таком виде, ой, какое несчастное слива, ой, скажите, а что мне делать, вот, вы бы узнали, что такое законы обрезки, вы бы узнали, сколько яду надо вылить на это дерево, Боже мой, важнейший из грибов, безобиднейший из грибов, это сливу 30 лет, это, было, здесь не видно, вот, классическую яму-то я садил, я 30 лет наблюдал, как она умирала, плодоносила, умирала, плодоносила, умирала, плодоносила, умирала, нет, 30 лет не исполнил, 25, это смех-то не свежий, спросите, чуть не обманул, где-то 25, плодоносила, умирала, а все, что, оказывается, надо было, это вот этот гриб сбить или спилить, я говорю, я дурею вот этой современной агротехники в лице этих выпускниц, семерязовки, с их законами, придумать закон обрезки, закон обрезки один, вот та дама выше сказала, загущение, 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 но мы про это проходили. Так, 22-й год, да, первый урожай дали молодые абрикосы, значит, тут вот этот абрикос, это вместе с Ириной Александровичем высадили, так, вот, дальше, что еще хотел сказать, ну, и там еще есть абрикосы, это такие, это, как они называются, диссертации, вот, а посадка, да, классическая посадка, смотрите, сколько тут, вот здесь вот проведет абрикоса, геопедагенная зона, вот, прямо здесь, но это другая тема, вот, вот так они выглядят, молодежь, допустим, главное, качество какое, я вот эти вот на Косогоре посадил еще до того, как мы эту часа купили, я сказал соседке, ну, тебе же все равно это, Косогор пустой, ты же ничего не делаешь, даже не косишь, разрешил, а потом купили, собственно же, эти абрикосы, собственно, грядусь к Богу, моими руками посадили, а вот это уже всадил вместе с этой, сирены, вот это, вот это там дальше, я к чему говорю, лучшее место для посадки, земля супесь, видите, вот, только успевая косить и ничего не делать, даже, даже нет, не дай Бог, даже не подходили с этим, кстати, вон они, видите, уже сколько упало, мы не успеваем собирать, мы их собираем только перезревшие, с дерева, вот с этих деревьев, это маточное дерево, ни одно не сорвается, вот, это принцип такой, это значит, что они предназначены для Косых, для вас, так, дерево, на котором, это дерево Сергея Железова, у него здесь была прививка, вот, от того супер абрикосов, вот, и она погибла, а вот это дерево я оставил в живых, для чего, я потом посмотрю, как сильно повлияла прививка, мертвая, но она же не сразу умерла, какое-то время пожила, на мазурский абрикос, у меня уже есть несколько абрикосов вот с такими плодами, мазурских, я эту коллекцию увеличиваю таким путем, вот, Сергей хотел спилить, вот, два десятка абрикосов, которые не были инфицированы, ну, может, парочка там была инфицирована, мы подарили Елене Александровне Савинись, ну, чё, жалко стали, всё равно, всё равно бы пришлось спилить, ещё годом спустя, а четыре, которые с цветами, я оставил себе, временно, потом они всё равно бы пришли, между ними, но главное, вот, эта фотография для чего, чтобы вы знали, что вот это вот инфицированное дерево, мёртвой прививкой, так, уже вот это пропускаю, извините, я говорю, расскажу, отвечу на вебинаре, вот, я вынужден пропустить, кстати, ватсап работает, вот, там своя жизнь, вы думаете, все сюда, все сейчас с нами, всё смотрят, нет, я говорю, ну, а чё не смотрите, а потом записи, вот, вот это вот я пропускаю, вот это всё, да чё такое, ну, в общем, жизнь продолжается, мне приходится от нескольких часов отвечать на, причём все спрашивают, и не думают, когда у меня всё время, нет, я потом даже вам немножко пожалуюсь на одну вещь, пока пропускаю, 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 вот, вот, я не могу, это, Юра, брат, помнишь, та самая дама, да, которая терпеть нас ненавидит, сказала, у вашего сына взгляд злобный, как будто он лопатой готов убить, вот зачем было, вот, разозрило, что выставили её этим самым, ну, таким, знаете, садистом, злобным по отношению к дереву, вот он, мой сын, вот его злобный взгляд, вот он, видели, вот он, лопатой готов убить, вот на хрена было это, вместо того, чтобы друзьями быть, а, а чё я такого сказала, ну, свели бы в шутку, и вот так вот на этом, чисто на обывательском уровне, когда злоба переполняет человека, взять всё испортить, испоганить, вместо того, чтобы, ну, по-хорошему объясниться, где, в каких случаях это можно сказать, что можно, можно сохранить обрезку на кольцо. В самых, это, Ольга, в самых сухих местах, самых сухих, ведь гриб и дождь, это же грибной год, это сбор грибов, это гриб и влажность, и вот целые регионы, где обрезка на кольцо, тут же, а морозы-то, они прямо от Прибалтики доста, это, вдоль Москвы, по Урал, везде эти самые, и вот, и везде же морозы, ну, вот скажите, где нет морозов, хотя бы ты же, и вот эти раны, страшные раны, которые, это, выучите, это, выпускницы темилезвики, через такие раны, что, которые с замазанной масляной краской или этим, или с садовым варом, что, через неё мороз туда не попадёт, да он убивает там всё внутри, и тогда ещё влага, а влага, это быстро-быстро туда попадает гриб. Законную работу делать, доедать то, что вы это, что вы искалечили, есть, это, мёртвую ткань, ну, что тут непонятного, уже, давай делить, уже вы сказали бы, только до самых сухих регионов России, где дожди бывают там за год пять раз, там ещё может в какое-то время сохраняться, это самое, деревья, где-то 20 лет, а потом бах, 40, потом 45-50, тут уж, извините, хоть сухой регион, хоть не сухой, всё равно конец будет. Я всё остановиться не могу, успокоиться не могу. Ну, хотя бы вы, что же вы шутки не свели, что сына моего лопата самая, оскорбила. Готов выбить лопатой. Пропускаю, пропускаю, пропускаю. Это будет отдельно, я отвечать на вопрос буду. Вот. Даже на ровном месте, я почему сейчас говорю, на холм обязательно. Даже, казалось бы, надёжнейшие вещи, но вот что ты будешь делать? Вот. В этой траве всегда сыро. Ведь я же лично, я ничего не делал, чтобы как-то защитить от мороза. Не мульчировал, ничем не закрывал. Всё равно гнил от зараза. Вот для чего холмы. Ну, и уже временное стекло. Это письмо от Сафронова, Антона Валерьевича. Валерий Карсинович, нужно сервисы продлить. Нужно примерно 2000 рублей. Вот. Так вот. Мне это не то, чтобы уж совсем тягостно. Но наступает момент, когда я не получаю ни копейки, кроме пенсии. А работа, жизнь продолжается. Вот это сегодня я выслал 2000 рублей. Вообще, по-честному, Антону, да. Месяцом раньше у меня какие-то доходы были, но там хватило 1000 рублей. А вот здесь 2000. Я просто прошу... У нас была дискуссия с Антоном 7 лет назад. В 2018 году мы решили сделать постоянное. У нас были вебинары? У нас кроме этих вебинаров, 289 их, 7 лет, еще до этого были. Но именно тут мы дискутировали. Ну что, Андрей Константинович, будем платное делать? Ну, по-честному, а личная плата. Ну, допустим, 50 рублей. А 100 человек посмотрят, вот 5000. Поделим на двоих, получается, по 2,5 заработаем. А что такое 50 рублей? Я забыл, сколько коробок стоит. Ну, а, ну, это зажигалка сколько стоит? 50 рублей, да? Вот. Но я говорю, у нас будет очень мало зрителей, даже бесплатных. Вот так я ему ответил. Вот. И хотя я понимал, что я его озадачиваю. Мы начинали в один свечер вебинар, а заканчивали в два ночи. Вот. Ему было очень тяжело, он держался. И главное, все это бесплатно для вас. А для нас оно не совсем бесплатно. К тому же, потом идет монтаж фильмов. Он тоже деньги стоит для меня. И я всего лишь хочу, после такой... Я вам поплакался. Вот. Но еще раз говорю, это не паперть, это не с протянутой рукой. Просто кто-то посмотрел сегодня. Я специально подобрал темы, где калечат деревья, где их убивают. Это когда человек стоит возле саженца, а он однолетний, а высотой два метра. Ну и, видимо, хорошо кормили, поливали. Вот. Он вверху отсчитывает несколько этих самых почек. Нет. А он все... А листья, листья, листья? Веток боковых нет. Ну, вспоминаем. Два метра почти. Листья, листья, листья. И только на самом верхушке пять или шесть листика выставляет. А дальше берет. Смотрите. Полтора метра до самой земли. Это он ему штамп сделал. Почки, естественно, после этого, они же без листьев. Остались раны. Дерево начнет болеть с первого... С этого дня жизни. И все это на полном серьезе. Так вот. Я вам приводил десятки, сотни примеров, где просто количество деревьев. Я от вас получил, не привлечивая, несколько сотен писем благодарности. На самом деле больше. Я же их не все фиксирую. Где спасибо, наконец-то. Хоть теперь-то хоть что-то будет. Наконец-то. Многие из вас потеряли десятки. И были примеры. А я их приводил. Я не скрывал автору. Я просил разрешение автора показать фамилию. Или это самое. Или электронный адрес. Вот. И с таким условием, что я расскажу всем. Сотни тысяч. И мертвый сад. Сотни тысяч потрачено. И нет ни одного яблочка. Вы представляете? Так вот. Кому я пригодился 50 рублей. Вот. Чтобы я хотя бы немножко продержался до следующего рожая. За три недели я скинул цену на косточки. И у меня не купили ни одной косточки. Вспоминайте. Кто-то сейчас скажет. Да я купил. Вы обманываете. За три недели не купили ни одной косточки. По цене почти половину дешевле, чем они были до этого. Со страшной скидкой. Ни одной. Вот. Поэтому, кому не жалко полтинника, кто считает, что я ему сберег этот полтинник, может 5 тысяч берег, может это. Вспомните эти фальшивые сайты. Многие из вас купились на них. Итак, это мой телефон. 960-776-8672. 960-776-8672. Привязан к карте от горелок. Хотя бы по полтиннику собрать. Хотя бы не так обидно будет. Ну, о том, что у меня маразм, поговорим в другой раз. Ладно? Для этого есть причины. Вот. Вот это вот. Про здоровый образ жизни. Про воспитание детей. Про то, что вы обязаны грушу сделать. Здесь всего лишь обрывки тряпок из отеля. Вы же выбрасываете, я говорю. Обрывки. У них же много обрезки. У них копят, 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 чтобы потом выбросить. И я у них забираю эти обрезки. Хватает как раз на обычный мешок жутовый. Вот. Совершиваю дальше в совершенство. Небольшое. Ну, не обязательно. Достаточно каждый день сотни ударов. Это очень легко. К этому привыкаешь. Вот. И вы даже не... Это самооценка. Вы не будете бояться, когда при вас будут избивать женщину, пинать ногами. И все будут мужчины проходить. Вы не пройдете мимо. У вас появится вот здесь вот желание выбить мозги этому негодяю. Вот. А потом я же... Кто? Я изобретатель. Помните, сколько я хвастался своими дипломами? Вот. вот мы изобретение. Вы подходите. Я показывал в фильме. Вы подходите, бьете эту грушу и получаете по морде вот это вот свободно висящее, висящее боксерской перчаткой. Ты знаешь, как все ей трудно. Ты сильнее, она тебе по морде сильнее. Ты потише, она тебя потише. Ну, можно закончить на такой ноте, нет? Ну, что, анекдот уходит на другой раз. Да, время стекло. И у меня есть еще несколько тем очень важных. И там такой анекдот. А я даже специально не буду вас сказать. А вы еще раз зайдите сюда через недельку. И много полезного узнаете. Вот сейчас, видите, я вам сказал, груша эта делается в течение получаса. Обыкновенный мешок. Знаете, какой он плотный? Знаете, по нему больно бить, пока привыкаешь. Вот. Ой-ой-ой. И тогда, и еще, кстати, бейте грушу. Это еще один совет. Ну, не удержусь. У меня время издекло еще перед прививками. Вот. Вся энергия от ударов перейдет в кончики пальца. В кулаки, в кончики пальца. Перед прививками бейте грушу. Однажды, а она у меня многолетняя, так сказать, вот, однажды я подумал, а почему так-то? Не у всех же получается хорошо прививки. Вот. А может быть, потому что я грушу пью. У меня такие результаты, а? То есть, я заманиваю вас. И по морде можете дать. У вас появится самооценка высокая. Это очень важно. вот. И вы будете предварительной тренировкой перед прививкой. Ну что, хватит на сегодня? А анекдот на все еще раз. Упадете. Ну что, хватит на сегодня? А анекдот на все еще раз. Упадете. Вот. Ну, не успел я до туда дойти. Я очень много говорил. Вот здесь вот. Может быть, легко наговорил. А то я возвращаюсь назад. Вот здесь вот. я приду, я старался вас упорядить, чтобы вот этой дури не было у вас. Вот. Как они, как, вы понимаете, что они же так и, так и продают. И берут за них 12 тысяч, 14, 20, 30, 40. Ой, я не знаю, когда за это кончится. Чуть не сказал слово блядство. Но я вам не говорил, а то вот. Когда же это кончится? Так, переходим в ту комнату, где он мы можем, здесь был монолог, мы переходим к диалогу и расстраиваемся на 5 минут. Посмотрите, как я вам надоел. Ну, ой, Александр, Александр. Снегирев. здоровье долгий перевел. Ё-моё. Это перевел сегодня 5 тысяч. Ох, все, теперь после вас никто не переведет ни рубля. Интересно, зачем вы перевели? Ах, зря открыл, теперь никто больше не переведет ни рубля. А, скорее всего, что-то покупаете, тогда обидно, это не подарок. Все, я не имею права открывать. Не имею, это личная переписка. Скорее всего, что-то вы покупать. Чего-то вы хотите купить. Ладно, тогда не так интересно. Так, подключайтесь. Продолжить. Ох, люблю поговорить. Подключайтесь. Так, все, я на кухню. Писем пока. Так, средненько. Ну, есть время, еще пишите. Так. Я на кухню. Я заработал 5-минутный перерыв. Субтитры сделал DimaTorzok